В эфире нашего телеканала мы уже неоднократно рассказывали о том, как в Иванове устанавливают тактильную плитку. Желтые рельефные полосочки за последние два года появились в разных частях Иванова. По идее, они должны были облегчить передвижение незрячих. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Созданием доступной среды для инвалидов по зрению городские власти озаботились в начале 2017 года. Тогда по госпрограмме на эти цели направили 750 тысяч рублей. Подрядчик обязался оборудовать тактильной плиткой около 80 пешеходных переходов. Работу выполнил, да только вот незадача. Плитка во многих местах потрескалась и развалилась на мелкие кусочки. В конце позапрошлого года в мэрии пообещали все исправить. С 13 ноября специалисты совместно с подрядчиком будут осуществлять выезды на место и приобрести качество выполненных работ. В случае выявления недостатков, подрядчик обязуется устранить все недостатки за свой счет. Кроме того, гарантия на выполненные работы составляет 2 года. И в течение всего гарантийного периода подрядчик также отвечает за свои качества выполненных работ. Прошло полтора года. Новой плитки на месте той, что пришла в негодность, так и не появилась. Хотя по лодике подрядная организация должна была переделать работу еще прошлым летом. Вот что сказали в мэрии ровно год назад, в мае 2018-го. Можно сказать, что этим летом перехнули всю плитку, которая сейчас испорчилась. Переустановят всю плитку, которую мы не приняли по качеству. Большей части мест уже этой плитки там по факту нет, потому что мы обязали подрядчика ее устранить, демонтировать, если она стала крошиться, чтобы не мешать проходу. Но в ряде мест еще осталась она просто более крупными трещинами. Соответственно, она будет демонтирована и заменена на нормальный. В этот строительный сезон они и доделают, исправят то, что должны были по прошлому году, и начнут осваивать новые объемы работы, соответственно, по другим адресам. Строительный сезон 2018-го давным-давно подошел к концу. Там, где плитка раскрошилась, она лежит и по сей день. Мало того, что подрядчик не заменил ее на новую, так еще и не убрал испортившуюся. А она, между прочим, мешает пешеходам. Об острые осколки проще простого запнуться и покалечиться. В конце прошлого года мы вновь обратились в мэрию с тем же вопросом. Когда, наконец, исправить ситуацию? Тактильная плитка в нашем городе появилась относительно недавно. Существует определенный ряд проблем, которые связаны с разрушением этой плитки. То есть это и наезд транспорта, и всевозможные другие причины. То есть это обработка, так называемыми, топорами, то есть пешеходным переходом, чтобы люди могли в скользкое время переходить в проезжую часть. И в этом ключе плитка разрушается. То есть мы постараемся предусмотреть определенные меры, чтобы не допустить разрушения этой плитки. Работа с подрядчиком, который укладывал плитку год назад, ведется. Если в добровольном порядке он по гарантийным обязательствам эту плитку не исправит, мы пойдем в суд и заставим его сделать качественный ремонт. Установку тактильной плитки в областном центре курирует Управление благоустройства город-администрации. В самом начале плиточной кампании подразделение возглавлял Никита Воронов. В сентябре 2018-го на этом посту его сменил Георгий Лабурь. С недавних пор в его кресле сидит Сергей Бобушев, который долгое время был заместителем начальника управления. Ни Воронов, ни Лабурь не смогли добиться от подрядчика исполнения обязательств. Если раньше в мэрии были настроены оптимистично, то теперь конкретных сроков и обещаний давать не торопятся. Только надежды на светлое будущее рельефных плиточек. Наша позиция остается прежней, плитку надо менять. Но мы считаем, что она должна быть заменена не за счет муниципальных средств, а за счет выполнения гарантийных обязательств подрядной организации. С 2017 года ведется претензионная работа с подрядной организацией в досудебном порядке. Мы рассчитываем, что в июне этого года все-таки наши требования будут выполнены. В противном случае мы будем обращаться в суд за защиту своих прав. Больше чем за год мэрии так и не удалось уладить проблемы с исполнителем работ. Чтобы не допустить повторения истории с первым субподрядчиком, МУПС ЖХ сменил его. Последний, по мнению администрации, укладывал плитку на совесть. В ноябре в минус 15. Все наши дороги асфальтобетонные должны укладываться при температуре плюс 5. Все. Ниже начинаются. Но, не знаю, чем это связано, и в мороз укладывают. Но это уже нарушение всех технологий. Это просто борьба, видимо, за освоение. Дело в том, что объем этой работы очень незначительный. На них смотрят так, как бы сказать, ну, чего там, квадратные метры плитки выложить и больше ничего. Ну, два квадратных метра. Копеечная работа. Поэтому подход абсолютно неправильный. Конечно, специалисты администрации не обязаны знать технологию монтажа тактильной плитки. Но почему бы тогда не обратиться за консультацией к профессионалам, экспертам из архитектурно-строительного университета. Они бы подсказали, в какую погоду лучше укладывать плитку, а также разъяснили бы соответствующие ГОСТы. Существует ГОСТ на эту плитку, специальный ГОСТ. Но основная роль там отведена видом рифлений и высоте рифлений. Про прочность плитки сказано только два слова. Что срок ее службы должен быть такой же, как покрытие. И что износа стойкости у нее должна быть выше. Чтобы понять, почему она, например, разрушается технологические нарушения производства, это надо брать плитку и испытывать. Если бы город поручил нашей кафедре, ну, выборочно проверить несколько плиток, на предел прочности при сжатии, при изгибе, истираемость, мы бы сказали, что плитка даже соответствует или не соответствует стандартным ГОСТам для обычных плиток. Недолговечный асфальт вкупе с хрупкой плиткой больше напоминает полосу препятствий, нежели тротуар. В этом году на оборудование города тактильной плиткой вновь выделили бюджетное средство. Проверить ее качество до того, как она окажется на улицах, в мэрии, судя по всему, не планируют. Нет ответа и на главный вопрос нашего репортажа. Когда заменят разбитую плитку? Во всей истории с тактильной плиткой есть еще пара аспектов, которые вызывают недоумение. Во-первых, администрация решила не консультироваться с обществом слепых по поводу того, где в городе в первую очередь необходимы рельефные плиточки. Во-вторых, сами незрячие утверждают, что куда больше пользы им бы принесли светофоры со звуковыми сигналами, которых в нашем городе всего несколько штук. К слову, на них денег в бюджете города не заложено. Максим Серебряков, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, Антон Осипов, РТВ, Иваново.